всем привет с вами Владолей сейчас я вам расскажу про випы и чем они отличаются на роторе и индукции давайте сначала кто-то не знает что такое ротор индукция зайдут схематично набросал это у нас индукционная машинка то есть у нас здесь стоят магнитные катушки баёк дать я возьму что-нибудь цветное чтобы вам показать магнитные катушки это баёк у нас и вот здесь вот раз пружинка и два пружинка чем прикол когда мы подаем сюда клик-корд подключаем у нас магнит это притягивает отталкивает баёк и за счет этого у нас колеблется вверх-вниз получается у нас поступательное движение и игла соответственно у нас выходит туда-сюда все просто в чем прикол вообще индукции индукция очень хорошо подходит для контура потому что она колошматит прям как трактор она прям как зверь если мы будем сравнивать удар индукции то можно сказать что она как перфоратор работает прям то есть она не кожа не втискивается иголочка наша а вот прям прям ее пробивает она прям такие резкие удар тысяч 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 резко прям как молотком гвоздь забила вот собственно ее и преимущество випы от индукции получаются такие прям очень четкие у нас каждая точка очень четко вот можно быстрее видно все точки они четкие и вообще репширинг заключается в том что когда ты ставишь машинку вот допустим ручка эта машинка я ставлю так в начальной точке я сильно втапливаю потом веду и постепенно машинку убираю из кожи вынимаю у нас получается только экширинг то есть в этом моменте у нас будет самая темная . а вот здесь она будет сама светлая и как правило чуть чуть меньше размером с этим мы разобрались дальше у нас идут роторы вот бывает ротор поворотник это самый классический ротор в чем суть у нас здесь двигатель стоит к нему мы подключаем clipcord под умопряжение двигатель вращается на валу двигателя у нас есть эксцентрик вот вал двигателя тут у нас есть эксцентрик на эксцентрике стоит пин куда мы надеваем углу и тут тоже подшипник соответственно за счет эксцентрика то что здесь подается но у нас здесь центр а пин уход отсюда то вращательное движение происходит поступательное но отличие от индукции такие поворотники то не не только вверх-вниз происходит но еще и право влево немножечко совсем они еще вот так делают то есть но если у нас вот так смотреть то вот так если если мы будем смотреть лицо на наших центре кто тогда у такие движения будут происходить немножечко совсем из-за этого шум такой получается иголка бьется об трубку держателя чуть-чуть так вот но это не беда чем прикол випа и вообще удара самой самого ротора да весь прикол в том что индукция можно сопоставить ее с тем что например как вколачивает как перфоратор то ротор же у нас он наоборот как бы втискивается в кожу то есть знаете не знаю как поставить пример например когда вам берут кровь то есть или укол какую-то делать или что-то бывает что вам так втискивают иголочку в кожу а бывают что ее прям резко резко хлоп и вбили и ввели обычно когда забор крови идет ее постепенно так вводят плавно то есть она спокойно протискивается между кожи раздвигает ее и туда проходит а когда вам делают укол в попу к примеру вам резко прям колит пробивают вот удар от ротора похоже больше на втискивание ротор очень классно подходит для покрасок они прям красят конечно индукции тоже можно красить без проблем она с этим очень классно справляется но ротором проще даже будет покрасить вам нужно будет меньше травматизировать кожу чтобы сделать покраску потому что контур у нас обычно травмирующие потому что он должен быть плотно забит прям плотничком за один раз тема остается иногда вы можете замечали что если вы сделаете черный контур рядом начнете красить то контур будет темнее чем покраску потому что он чуть-чуть глубже забит и тут прям совсем плотно все вот так же бывают роторы прямоходы так называемые то есть у нас идет с двигателя вращительное движение в эксцентрик на эксцентрике стоит тут у нас подшипник и подшипник у нас поршень или его какое-то подобие ходит вверх и ходит здесь по салазкам так называемым у нас здесь пин и тогда мы с этим всем компенсируем такое движение то есть которое у нас маятниковая происходит она компенсируется и у нас получится просто ровный удар бывает еще разновидности такие что не поршень у нас здесь а вот этого всего нету а у нас здесь идет боек боек и получается у нас просто идет отсюда сразу движение бойку присоединяется и он идет вверх вниз на индукции он на за счет магнита ходит тут боек ходит за счет самого рода якобы более приближена кондукция но это тоже по сути разновидность ротора прямохода и он компенсирует эти движения которые у нас идут маятниковые и собственно последний вид это так называемый пен пенообразные ручкообразные машинки они всегда устроены по-разному внутри бывает что у нас мотор так стоит и здесь такая штучка просто эксцентрик и такой толкатель все и он крутится здесь картридж у нас так вот идет и пин толкателя просто дает на пин картридж и у нас игла идет вверх вниз бывают другие немножко схема пенов там идет вот так вот двигатель от него идет тут такая штука наискость на зацепенный подшипник и тут зубчики также потом дальше идет такая система что у нас здесь есть пин потом идет пружины пружины и он выходит вот здесь и вот уже пин картриджа так ты то есть у нас ротор крутит этот пеноподшипник он идет у нас как наискось и он давит на вот этот пин который через пружины и через механизм давит или поднимает вот этот пин а он уже идет на картридж и у нас игла ходит вверх-вниз разницы как бы уже нужно смотреть что удобнее именно вам потому что кому как кому-то удобнее индукции поворотником кому-то прямоходом а кому-то пена да ко всему этому даже ко всем любым машинкам можно подключить держатели которые созданы для картриджей но с индукциями мало кто такое делает чаще всего это делают с поворотниками просто они по сути получаются самые мощные потому что здесь нет у них никаких дополнительных механизмов все с двигателя переходит сразу на иглу и просто сюда надевают картридж сюда толкатель сюда держатель для картриджа и просто 100 лет картриджи но мы не избавлены от этого движения поступательного но мы не избавлен от этого маятникового движения картридж конечно чуть компенсирует это за счет своей мембраны но мы до конца от него не можем избавиться на таких системах чаще всего вот здесь вот стоит пружинка либо где-нибудь здесь смотря какая модель машинки вы это всегда можете прочитать в инструкции или в интернете эти пружины зачем нужны чтобы когда у нас двигатель прокрутился пружина его вернула вверх и он в таком верхнем положении осталось не не тут у вас застрела не в нижнем а всегда был верхнем так как у нас в картридже есть мембрана которая выполняет защитную функцию и функцию как резинки которая пружины нам картридж когда мы на него давим если мы отпустим здесь ну перестань приказать усилия то он вернется в исходное положение поэтому поэтому здесь мы убираем пружины чтобы у нас спокойная игла возвращалась и не было как бы двойной нагрузки потому что нужно и вот эту пружину будет сжать машинке и саму мембрану сжать ну а в пенах они только для картриджей предназначены соответственно там ничего угородить не нужно вот так взяли и вставили картридж и работать как я уже и говорю на индукции идут все штрихи и випы более четкие не прямо такие четкие все точки четкие у нас все четко и достаточно графично это выглядит конечно можно сделать менее четкими но очень важно знать что если вы используете да в принципе не важно что картриджи или обычные иглы начать с обычными иглами люди стараются покупать их подешевле какие-нибудь китайские или от магазина что какого-нибудь там джаст тату или еще что-нибудь по по сути это китайские иглы просто с логотипа магазина чем отличаются китайские иглы от классных профессиональных и не совсем которые дороже нормальных игл в острие китайские иглы они как правило чуть чуть не чуть-чуть а тупые они у них меньше такое как бы пробивающая способность они очень тупые и чтобы вам прости линию вам нужно примерно вот если у нас это идет носик то вам нужно где-то вот так вот в кожу втискивать иглу чтобы она у вас хоть что-то оставила на классных иглах дорогих острых вы можете прям со всем кончиком это все делать кончик вставили повели линию и она у вас будет оставаться за счет этого снижается травматизация а чем меньше травматизация тем это лучше заживет будет лучше выглядеть так далее но еще есть такой классный момент игл на индукции да и на обычном роторе связанные с нашими випами и штриховкой то есть смотрите если я использую классные иглы я могу со всем кончиком еле-еле так проводить у меня будет очень светлый цвет оставаться и практически не будет видно вот этой зернистости если же иглы тупые мне придется сильнее втаптывать но втапливать и у меня будет он уже выглядеть вот так более четкий будет он и будет тяжелее сделать градиенты поэтому всегда выбирайте хорошие иголки они на многое очень влияют потому что градиенты можно делать разными способами можно делать только черной краской можно делать через гривош и давайте еще поговорим за то как вообще можно регулировать плотность и насыщенность цвета представим что у вас индукция хорошие иглы квадроновские и они малого диаметра то есть это 0.25 3rl 0.25 5rl то есть это 0.8 0.3 или 0.8 0.5 потому что у нас есть у игл их размерность это 3, 5, 7, 9rl и также есть диаметр каждой иголки соответственно что в 3rl у нас будет 3 иголочки да но и у каждой из них есть свой диаметр чем меньше диаметр будет тем будет тоньше линия и остарее игла для випа штриховки и так далее всегда рекомендуется брать либо 0.25 диаметр либо 0.30 0.25 обозначается 0.8 30 диаметр 0.30 обозначается 10 и диаметр 0.35 каждый игл обозначается 12 вот нам нужно взять 0.8 0.3 или 0.8 0.5 на крайний случай если вы совсем не можете найти то можно взять 10.03 или 10.05 12 нам брать не нужно они нужны если вы только делаете какой-то прям контур жирный вам нужен контур чтобы проще было сделать но он был максимально жирный вы берете уже тогда 12 но нам лучше всего подходит именно 0.8 0.3 или 0.8 0.5 это 3rl и 0.25 диаметр каждой иголки либо 5rl и 0.25 диаметр каждой иголки как правило они очень стянутые всегда бывают эти иглы то есть tight стянутость это вот у нас игла да игла то есть пайка иглы штанга и каждой иголки у нас идут если это 3rl под конусом к центру все стягиваются в чем суть когда игла extra tight очень сильная стяжка то они прям все вот так вот прям к центру если стяжка у нас меньше то это может выглядеть вот так немножко они как бы не все в одной точке прям сведены как здесь а чуть-чуть так чем тщаться rs от rl то что rl вообще не сведены и они просто идут прямо по кругу я думаю все это понятно вы уже все это знаете но как бы чтоб не продолжить дальше рассказ нужно было вот обозначить вот это мы используем эти иглы это 0.25 диаметр и либо 3 либо 5 rl можно сделать и 7 rl тогда зернистость будет больше и вам будет тяжелее сделать плавные градиенты и переходы с роторами вся та же ситуация неважно у вас прям поворотник прямоход или пен мы используем вот такие картриджи 080 3085 ну или 1003 1005 и хорошую фирму как правило у фирм которые не очень тяжело найти 08 диаметр иголок обычно у них 10 либо 12 либо просто 10 но у картриджей подороже мы можем всегда спокойно беспроем найти 08 то есть это 025 диаметр каждой иголочки в принципе и все на этом вводная часть про машинки закончена и в следующей части я вам уже расскажу как делать градиенты и чем они отличаются на индукции и роторе и чем вообще отличаются так называемые випы на индукции и роторе